МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мужество и надежды, как дагестанский поэт Мивлидин Гамзатов преодолел тяжелейшие испытания, смотрите в нашем сюжете. Статистика ДТП за последнюю неделю вызывает тревогу и обеспокоенность. В связи с этим в республике стартовала операция «Нетрезвый водитель». Дагестанские футболисты вышли в высший дивизион Национальной студенческой лиги. Подробности в спортивном блоке. В Дагестане официально закрылась горнолыжная база «Чиндер-Чиро». Курорт функционировал с 2008 года в Акушинском районе. Он находился на высоте более 2000 метров. В сезон он привлекал около 20 тысяч туристов только за новогодние поездки. К закрытию привели проблемы с инфраструктурой, недостаток энергоснабжения и отсутствие подъездной дороги. Руководство базы ранее не раз приостанавливало работу из-за нехватки снега и поломки техники. Очередное незаконное строение обнаружено в Махачкале. На улице Лизы Чайкиной на объекте торчат куски бетона, арматура, а строительные столбы мешают нормальному проходу. В результате пешеходы вынуждены передвигаться по проезжей части. Все это создает реальную опасность для жизни и здоровья людей. Здание в таком состоянии находится уже два года. Строительство там не ведется. С проблемой ознакомился глава Махачкала Исуф Умавов. Он дал поручение незамедлительно принять меры безопасности на данном участке, огородить территорию и провести демонтаж свисающих обломков. По всему городу пошли мониторинги, проверить, что творится. И по всем этим, насколько полномочия хватает, реагировать и отдавать на реагирование. Можно выявлять, отдавать на реагирование во все инстанции. Минстрой, прокуратуру, МВД. Куда нужно обратиться, чтобы они в рамках своих полномочий дали оценку тому или другому подрядчику или застройщику. Отметим, что по данному строению уже есть решение суда о сносе. Судебные приставы исполнили его частично, проведя демонтаж там, куда добралась спецтехника. Работы по устранению нарушений будут продолжены, сообщает администрация города. Три часа добирался ползком до точки эвакуации. Дагестанский боец Мевлюдин Гамзатов получил тяжелое ранение во время боевых действий. Его невероятное мужество и оптимизм тронули сердца многих, и он получил бесплатный протез от клиники. Удивительная история истинного героизма. Подробнее в сюжете Мухтара Курахмаева. Год назад Мевлюдин Гамзатов по прозвищу «Мага» поторвал ногу в зоне боевых действий. Во время удержания дрона в небе ему и его напарнику нужно было сменить укрытие. Мавлит пытался занять место за соседним деревом. Во время перехода произошел взрыв. Оказалось, что он наступил на взрывное устройство. Я уже упал, лежу весь, смотрю весь в крови. А где-то, когда взрыв произошел, я где-то минуту кричал от боли. Потом я пришел в себя, я говорю, этот напарник тоже не ожидал такого повреждения событий. Он тоже быстро пришел, жгутом натянули. Потом такая картина, что везде обвалены деревья, неудобно, неудобное место было. Вот мы как-то даже обрадовались, что куда я упал, может, еще одного, что такого не было. Он однажды сам нес на себе раненого товарища. Понимая, что это тяжело, Мавлит решил не утруждать напарника. Он сам дополз к месту эвакуации. Позже выяснилось, что он проделал путь длиной в три часа. Он родной, вот видите, ногу оторвало. Ну-ка, Мага, покажись, братан. Покажись, братан. Вот он, мушик, настоящий. Сам, сам выползает оттуда. Обалдеть, Евгений Боярин вообще хороший человек. Мы до сих пор с ним общаемся. Потом он чуть-чуть позже, где-то 13 февраля, тоже подорвался. У него тоже ноги разорвало. Сейчас лечение проходит тоже. Для брата Мевлюдина решили записать видеоролик на случай, если они не дойдут до точки назначения. В итоге ролик набрал популярность, и на нее обратили внимание сотрудники клиники по протезированию. После чего они начали активные поиски пострадавшего. Позывную магу мы нашли по сети интернет, увидели видео, где он выходит из зоны боевых действий. Увидели видео, мы пытались его найти, рассылали видео по социальным сетям и нашли его, с ним созвонились, познакомились. Воодушевившись мужеством Мавлида, врачи решили бесплатно изготовить протез специально для него. Они пригласили солдата в клинику. Мавлид после того, как прошел реабилитацию в госпитале и приехал к нам. Мы заранее созвонились, приехал к нам, начали его протезировать, выдали ему учебную гильзу, он на ней походил. И позже мы уже закончили ему протез. Сейчас он должен продемонстрировать свою ходьбу. Мавлидин, несмотря на все произошедшее, не теряет оптимизма. Сейчас он получил свой основной протез. Ходит без каких-либо проблем, сохраняя улыбку на лице. История бойца еще надолго останется примером проявления истинного мужества и силы духа. Мухтар Курахмая, Юнус Гитихмаев, Мурат Бикбарзов, Новости ННТ, Махачкала. Спустя 15 лет началось асфальтирование на одной из центральных улиц Махачкалы. Свои работы проводятся в рамках программы «Мой Дагестан. Мои дороги». На данный момент для скорейшего завершения на объекте функционирует одновременно несколько единиц техники. Специалисты УЖКХ города отмечают, что завершение ремонта ожидается на следующей неделе. Сначала упадки асфальта здесь призернули дорогу. В некоторых местах, где кривые косы, поломанные бордеры были, поменяли. Дерево, которое мешало, тоже убрали здесь. И сегодня начали упадку асфальта. Предпринимательская деятельность с пользой для общества. В Дагестане завершился региональный этап всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес». Торжественное награждение победителей состоялось в Махачкале. Все подробности у наших корреспондентов. Тот случай, когда любимое дело приносит не только доход, а ещё и огромную пользу людям. Участники конкурса «Мой добрый бизнес» – социальные предприниматели, чья деятельность направлена на достижение благих целей и решение проблем в обществе. Лучшие из представленных проектов удостоились наград. Победителям были вручены дипломы и денежные вознаграждения. Это социально-инфицированный бизнес. Очень важно. Вы же видите, как востребовано. Уже семь победителей, призеров. И охват большой, масштаб большой. Поэтому, безусловно, это имеет определённую роль. Достаточно эффективные проекты. И для участников специальной военной операции, вы слышали, выступали. Для образовательных учреждений, для детей с ограниченными возможностями здоровья. Ну, конечно, и востребовано, и интересно. И, на мой взгляд, просто по-человечески правильно. Всего семь номинаций, семь проектов. Каждый по-своему уникален и несёт в себе благую цель. Оказание помощи ветеранам, пожилым гражданам, людям с ограниченными возможностями и всем, кто в ней нуждается. Задачи, которые ставят перед собой конкурсанты. Мы даже всё не уместили, рассказали о самом важном. Это более трёх тысяч людей, которые получили бесплатную медицинскую помощь в нашей клинике. Мы делали выездные мероприятия, проводили выезды в горные районы Дагестана. Помогали палестинским беженцам в оказании медицинской помощи. Также большая помощь была проведена для участников СВО. Помогали их также медикаментами и оборудованием отправляли в зону СВО. Умахан Янусов – самый молодой участник конкурса «Мой добрый бизнес». Ему всего 17 лет. Ещё в школе он решил, что посвятит жизнь предпринимательской деятельности. Умахан занимается графическим дизайном, но совсем недавно наладил и швейное производство. Начинающий бизнесмен строит огромные планы на будущее. Это дало мне очень большую мотивацию, потому что таких молодых предпринимателей, как мне сказали, я один. И мне это очень понравилось. Мотивация ещё больше действовать вперёд и получать новые достижения. А что в планах у тебя? Увеличивать масштаб производства не только по Республике Тагестан, но и в дальнейшем развивать другие точки, побольше клиентов и дальше масштабировать свой бизнес. Мероприятие проходило в здании Центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес». Победители помимо ценных призов получили возможность выйти на следующий этап – представить свой проект на межрегиональном уровне и побороться за выход в финальную стадию. Напомним, что организатор всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес» – Минэкономразвития России. Статистика ДТП за последнюю неделю вызывает тревогу и обеспокоенность. В Республике зарегистрировано 34 аварии, в результате которых 5 человек погибли, 49 получили ранения различной степени тяжести среди пострадавших 6 детей. Одной из причин аварии является управление автомобилем в состоянии опьянения. В связи с этим в Дагестане стартовала операция «Нетрезвый водитель». Вчера на территории Республики началась операция «Нетрезвый водитель». Только за первый день проведения мероприятий сотрудниками госавтоинспекции выливано 17 водителей с признаками опьянения. Дорогие жители и гости Республики Дагестан, 20 человек, в том числе 7 детей, погибли в ДТП по вине пьяных водителей в этом году. Прошу вас не оставаться равнодушными к этой проблеме. Цель акции – выявить и предотвратить в случае управления транспортом состояние опьянения, чтобы повысить их безопасность на дорогах и снизить количество ДТП. Дагестанские футболисты вышли в высший дивизион Национальной студенческой лиги. Игры заключительного этапа прошли на полях Маркаровской спортшколы Махачкале. Республику на этих соревнованиях представляли учащиеся ДГТУ. Команда технического вуза завершила 10-й сезон группы «Б» на втором месте. В заключительном матче наша дружина при активной поддержке болельщиков одолела студентов из Якутска 3-0. В следующем году футболисты ДГТУ впервые сыграют в группе А – Национальной студенческой лиги. В целом сезон, наверное, можно назвать удачным. Основную задачу выполнили. Мы переходим в группу А. И там уже будем бороться тоже. Опыта уже у нас побольше. Я думаю, удовольствие для футболиста, для вуза-спортсмена, когда трибуны полные, а тем более еще полные нашими болельщиками, которые болеют за нас. Только положительные эмоции. И ребята вдвойне старались отдавать свои силы и каждой игре побеждать. Итоги сезона подвели на торжественном закрытии. Поздравить нашу команду с успешным выступлением пришло руководство ДГТУ, представители РФС и Минспорта. Лучшими игроками махачканинского этапа турнира в своих номинациях признали Али Рашидова и Ирбаина Иврагимова. Вот эта радость от того, что здесь происходит, это чувствуется в болельщиках, это чувствуется в футболистах, это чувствуется в руководителях, тех, кто организовывает эти турниры. То есть, откровенно говоря, что тогда, 8 лет назад, это был сумасшедший праздник, что сейчас это тоже сумасшедший праздник. Качественно, самоотдача была полностью, выкладывались в каждом матче. Молодцы, мне понравились все три игры. Вот нам вчера чуть не повезло. Спасибо хотел бы я сказать нашим футболистам, нашим болельщикам. Вы видели эти три дня, какие были ветра, холод, но они молодцы. Сплотились все вместе. Все наши студенты, как говорится, горячо болели за наших футболистов. И в завершении выпуска, коротко о погоде на завтра. В столице Дагестана, Махачкале, ожидается переменная облачность. Ночью температура воздуха плюс 9 градусов. Осадка в виде дождя. Днем 11 тепла, дождь. Ветер слабый, юго-восточный 4 метра в секунду. Температура воды в море 13 градусов по Цельсию. На этом я с вами прощаюсь. Для вас в студии работала была Ахмедова. Хороших всем новостей и до новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok